Была уверена, что я сейчас тут вообще намолюсь, и буду такая клевая, классная, а в итоге вышло, блин, говно какое-то. Но опять же, мы не отметаем вариант моей собственной, абсолютной, полной рукожопости. Друзья мои, всем привет! Два дня назад я выложила видео о косметике Лены Крыгиной, и там я ляпнула, что если мы берем тысячу лайков за пять дней, я выложила видео о том, как тестировала ее первый раз, о своих первых впечатлениях, и о том, какой, блин, ужасный рукожопый макияж у меня получился. Набрали мы эту тысячу лайков меньше, чем за два дня, поэтому, знаете ли, за язык никто не тянул, выкладывать придется. Но я предупреждаю, это позорное видео, у меня не получилось ничего, поэтому простите мне, пожалуйста, все мои эмоции. Мне было очень жалко пяти тысяч рублей, которые я потратила. Невозможно жалко, и в какой-то момент там даже видно, что у меня слезы проступили от этой жадности. Если вы сейчас впервые попали на мой канал, впервые смотрите видео про косметику Лены Крыгиной от меня, посмотрите, пожалуйста, предыдущее. Оно поможет вам составить более полное представление о том, что думаю я, о том, какие способы использования этой косметики увидела я. Хочется сказать приятного просмотра, но приятного у вас не получится. Меня до сих пор проследуют следы приема антибиотиков, но я думаю, так даже будет интереснее, что ли, потому что, знаете ли, когда на идеальной коже начинают тестировать какие-то средства, у меня масса вопросов к этим людям, что и кому они пытаются показать. Из трех вот этих вот корабулечек мы сейчас постараемся сделать, ну не то чтобы полноценный макияж, но, скажем так, использовать их вообще по всем фронтам, как предлагает нам Лена, ее команда. Начнем вот с этой штуки. Чтобы получить праймер, минимизирующий видимость поры неровности кожи, смешайте Texture Master Cream с небольшим количеством пудры Fixed Powder. Готовый праймер нанесите локально на зоны, которые нуждаются в коррекции. То есть, видимо, предполагается, что сама пудра затирает поры, немножко убирает блеск, и поэтому, допустим, у среднестатистического человека она носится на Т-зону. Вот здесь часто у людей блестит лоб, подбородок. Ну, конечно, каждый там смотрит уже по своим нуждам. Чтобы нанести праймер даже на локальные зоны, вам понадобится довольно много самого этого крема, а его там 4,5 мл. Давайте я попробую вот сюда как-то это все дело нанести, потому что вот эти участки у меня могут иногда подблескивать. Ну, посмотрим. Ну, и сюда, да? Раз пошла такая пьянка, что я не человек, у меня тоже там может блестеть. И нос. Нос святое дело. Что-то как-то мне не нравится. Категорически не наносится. В первый раз он у меня ложится так нехорошо. Давайте, что тут может быть виноват? Конечно, в первую очередь, руки, которые растут не совсем из плеч. Тут другой вариант. Я плохо промешала. Поэтому, конечно, лучше берите шпатель, но это еще одна покупка. Для того, чтобы пользоваться этой косметикой, нужно что-то совершить много лишних телотвижений. Я не уверена, нужно ли это вообще среднестатистическому пользователю. Я бы уже сейчас залила это все спреем со светоотражающими частичками, чтобы он немножко придал в итоге живости этому всему виду. Потому что там, где не было базы, мне лицо нравится. А там, где я нанесла импровизированный праймер, ну, суховато это все. Комментарий немножко из будущего. Возможно, производитель перепутал и насыпал мне что-то не то в этот пробник. Возможно, у Лены какой-то другой поставщик. Может быть, у поставщиков это сырье отличается. Не знаю. Возможно, я действительно размешала все не в той пропорции, либо размешала все не очень хорошо. Возможно, именно такой способ использования не подходит сухой коже. И много-много-много вот таких возможно. Начнем с конкретного оттенки Taupe. Прочесали. Я немножко набираю на кисть из этой капли, потом снимаю. Ну, такой он прям темненький выходит. Сейчас посмотрим, что будет на бровях. Сейчас наносим в чистом виде. Я ничем не разбавляла. Темный. Прям такой темный. Давайте вот на этой части такой темный оставим, а потом его разбавим, попробуем нашим текстурирующим кремом. Вообще, строго говоря, он идеально попал в оттенок именно волосинок моих. Но если бы я рисовала строго всегда оттенком цвета волос бровей, у меня брови были бы очень темные. С этими штуками работать надо прям быстренько, я вам скажу. Слушайте, вспоминаю первые курсы института, все свои художественные школы, как мы там что мешали. Но там, конечно, размах был совершенно другой. Ну да, действительно, он немножко разбавился. Стал чуть более прозрачным. Но для меня все равно темновато. Надо будет в следующий раз еще сильнее разбавлять. Сейчас осталось вторую бровь разбавить примерно в такой же консистенции, чтобы они вышли у меня примерно хотя бы одного цвета. Ух, прям так мы, да? Ну давай. На растушевке цвет откровенно серый. Не скажу, что это самое красивое, что я видела на себе. Ой, это вообще некрасиво. Это очень некрасиво. Ну ладно. Вон еще, видите, пятнышками так растушевывается. Тушевывается. Мы сейчас на другую сторону попробуем меньше нанести. Может, тут виной моя же порукость. Я не знаю, я смогу вообще это исправить, нет? Шесть. Вот, чуть-чуть. И вот сюда. Давайте с таким количеством попробуем. Очень сложно с ним работать. Вот мне, среднестатистическому пользователю, прям тяжело. Я его пытаюсь уже по-всякому растащить. А без толку. Пока не подсох вот этот тоже. Здесь уже он лучше поддается тушевке. Короче, нужно реально в три раза меньше наносить. Тогда все будет лучше. В жизни, я вам скажу, это смотрится... Ох, ну так. Прям так. Слушайте, на глазах мне он нравится. Растушевка получилась мягкой даже. Ну вот здесь, естественно, что вот этот объем, который я обычно стараюсь поднять сухими тенями, с этим продуктом мне не очень удалось сделать. Это красиво. Давайте попробуем сделать финт ушами и нанести его на слизистую. Уплывается слизистая, оставляя буквально какие-то там 0,25 оттенка. Все это в межресничку уходит. Так что сейчас мы еще здесь подтушиваем вниз. На верхнюю межресничку старая, добрая моя подружка. Это гелевая подводка от Maybelline. Он вообще смотрится очень-очень легкой дымкой. Ой, слушайте, а консистенция как от конкретного оттенка Plume, она немножко другая. Во-первых, чтобы его выдавить, мне все-таки понадобилось надавить, а он не сразу выдавился после открытия самопроизвольно. Наносится он очень мягко, приятно, подстывает и ощущается немножко на губах, скажу я вам. Не зря Лена рекомендует в инструкции, перед тем, как его наносить, обязательно чем-то напитать губы. Ну, конечно, в идеале именно ее продуктом. Честно, цвет, конечно, придает мне возраст, поэтому в чистом виде я бы не стала его носить. Пальчиком смешала конкрет вместе с текстурирующим кремом, сняла немножко о руку. Теперь вот то, что на руке, буду наносить на шоке. Сначала пальцем. Мне не нравится. Да плохо это все. Очень плохо. Ну, точно, я вам скажу, вот такие вот упражнения не на сухой коже, с чистыми пигментами. И если их с чем-то и мешать, да, чистый пигмент, он, конечно, хорош, но мешать это все только с увлажняющими какими-то базами. Мне нравится, категорически мне нравится. Нужен был какой-то такой нехилый слой увлажняющей базы. Посмотрите. Просто жуть. Тогда на этом тоне все хорошо тушевалось, держалось. Я в расстройстве. Продолжение следует...